Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 5 июля, день Евсевия, назван в честь жития и страданий святого священномученика Евсевия, епископа Самосадского. Он оказался тверд во время арианской ереси, отставил православную веру. Гонения были настолько сильны, что очень много церкви осталось без духовенства. Евсевий тайно обходил города и ставил епископов. Менялись цари, а святой Евсевий продолжал отстаивать веру христианскую, правильное учение. За это его то изгоняли, то возвращали назад, и так было до самой старости. Сегодня утром наши предки отправлялись в лес для сбора целебных трав и заготовки свежих веников для бани. Вечером парились в бане, используя эти веники. Считалось, что сегодня день наиболее благоприятен для исцеления души и тела. И баня, как самое действенное средство, помогала обрести крепкое здоровье аж на весь год. Сегодня крестьяне могли повторно сеять редис. Приметы. Сегодняшний дождь предвещает хороший урожай. Жаркий день, значит в декабре ударят крепкие морозы. Если в этот день мухи роем кружаться над животными и особенно сильно докучают людям, скорее всего это к дождю. Замечено, что когда организм нормально усваивает капустный сок, он действует как идеальное очистительное средство, особенно при ожирении. А вот добавление соли к капусте или ее соку не только уничтожает ее ценность, но и вредно. Смесь соков моркови и капусты образует великолепный источник витамина С. Это особенно полезно при заболеваниях десен. Чтобы десны были крепкие. Пейте этот сок. А вот сок с медом один к одному повышает кислотность желудочного сока. Обладает отхаркивающим и противокашливающим действием. Начинайте с половины стакана три раза в день до еды в теплом виде в течение трех-четырех недель курс. А вот при весеннем недомогании рекомендуется употреблять один стакан сока свежей или квашеной капусты натощак. В разведении один к одному пьют сок по одной трети, одной четвертой стаканы за 30-40 минут до еды, как сахаропонижающее средство. Четвертые лунные сутки. Как всегда, после сильных энергетических суток следуют сутки со слабой энергетикой. Это закон. За волной следует отлив. Поэтому отдыхайте, размышляйте. И прежде чем что-то предпринять, хорошенько заранее подумайте о последствиях. Вообще проведите эти сутки в одиночестве. Либо просто погуляйте на природе, в парке. Очень хорошо сегодня петь, потому что энергетически активна шея и голосовые связки. Причем петь надо возвышенно. То, что облагораживает, избежает смирок красоты и добра. Естественно, в эти лунные сутки не следует творить злых дел, чтобы они не возвратились к вам. Постарайтесь не застужать горло. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok